Святые Флоры и Лавры были братьями. По легенде, они копали колодцы. Однажды во время работы их завалило землей. Позже из оставшейся ямы стал бить родничок. Да не с простой водой, с целебной. Правда, от ее исцелялись только лошади. С тех пор и повелось считать святых покровителями лошадей. Сегодня день Флоры и Лавры. Это святые на Руси. И день лошадей. День лошади – это такой древний славянский праздник. И, в общем-то, мы решили, что вот такая вот возможность в теплую достаточно погоду действительно увидеть лошадок. Школьники, которые тем летом посещают детские оздоровительные лагеря, очень часто ходят на занятия в музее изобразительных искусств. Здесь ними занимаются педагоги по рисованию. Поэтому им пришла идея в день святых устроить праздник лошадей. Лошадь, она большая, она сильная. Поэтому лошадь и в дороге, и на поле, и на поле брани. Никак без лошади не обойтись. Также в этот день по преданию прибирали дома. Хозяева наряжались в красивые одежды, а лошадей вкусно кормили. На сегодняшнем празднике виновников торжества угощали дети. Яства пришлись лошадям явно по вкусу. Да и сам праздник удался. Я читаю книги про лошадей. У меня есть мультики, сказки. И у меня есть компьютер, и он как бы в форме лошадки. Мне на празднике понравилось то, что тут такие лошади красивых привели, интересные. Я узнал в лошадях, что они едят яблоки, сахар, принесли морковку, хлеб. Мне этот праздник понравился тем, что тут как бы весело, что тут много чего можно узнать о лошадях. Ребята активно принимали участие в конкурсе рисунков на асфальте, все вместе вспоминали песни и разгадывали загадки. По словам педагогов, такие познавательные праздники для детей надо проводить чаще. Во-первых, общение с живыми животными. У нас дети в городе не так часто имеют такую возможность. Во-вторых, они собираются все вместе, общаются. Здесь у них есть возможность проявить свои таланты.